МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вам представляю профессора Казанского федерального университета Германа Пантелеймоновича Мягкова. Добрый день, студенты! Здравствуйте! Садитесь. Когда мне было 10 лет, мне, мои родители, выписали журнал. Этот журнал назывался «Техника молодежи». Он только-только в 1955 году начал издаваться. И вот на второй год его выпуска мне мои родители выписали. Я с удивлением начал изучать его. Ну, это было мое информационное поле, расширялось благодаря этому журналу. Вот в 9, 10, 11 номерах и 12 номерах был интереснейший рассказ, был поставлен вопрос. А существовала ли Атлантида? Вы слышали о такой земле? Кто слышал об Атлантиде, пожалуйста, поднимите руки. Все слышали, Германа Пантелеймоновича. Вот, видите, как здорово. Информированная аудитория. Что же меня заинтересовало более всего? И почему я сейчас об этом вспоминаю? Скажите, пожалуйста, вот как вам известно, в Америке водятся слоны? Нет. А как вы можете объяснить такой факт, что наскальная живопись, которая дошла до нас и которую находят и простые люди, и археологи, имеют изображение слонов? А мне кажется, вот древние люди, которые рисовали на стенах этих слонов, то есть их истребили. Так в том-то и дело, что в Америке не найдены ископаемые слоны. Вот в чем вопрос-то, проблема-то в чем? Проблема-то в том, что там никогда слоны не водились. Америка так отделилась. Еще какие-то версии есть? А может быть, Америка откололась от материка до нашей эры еще? Верно. Америка не то, что до нашей эры. Миллионы лет тому назад произошло расползание континентов. Вот поэтому там и нет таких ископаемых. И люди никогда там не могли соприкоснуться. Коллеги, я предлагаю вам подумать о другом, что об этом писал, например, Великий Аристотель. Об этом имеются сообщения как раз у Платона. Почему они и называют Атлантиду, и они мыслят, что Атлантида была неким мостом, который могли открыть даже древние египтяне или финикийцы, если она, конечно, существовала. Я, честно, не хочу переходить на эту очень интересную, очень трудную проблему. Сегодня Атлантиду ищут во всех океанах, во многих морях. Но вы поймите, мне было 10 лет, и я вот такой вопрос поставил для себя. И с этого времени меня стали интересовать контакты, которые действительно могли привести к тому, что на американский континент попадали люди из других континентов, и тем самым открывали американский континент. В последующем связи прерывались, люди забывали эти связи. Как вы знаете, что 30-35 тысяч лет тому назад Америку открыли переселенцы из Азии. Они воспользовались существовавшим мостом, там, где сегодня Берингов пролив, гряда островов, и прошли на континент, расселившись до самой огненной земли. Но эти люди оказались отрезанными, и уже где-то 20-30-20-10 тысяч лет тому назад они никаких контактов с Европой не имели. А вот древние мыслители, тот же самый Платон, который рассказал об Атлантиде, объясняли наличие таких контактов, наличие Атлантиды. Так вот, коллеги, почему я об этом вспомнил? Я еще раз говорю, мне было тогда 10 лет, вот как сейчас здесь многим из вас присутствующим. И когда в последующем, в шестом классе мы стали изучать средние века, и на вопрос, кто же открыл Америку, мне почему-то захотелось рассказать об Атлантиде. Но учительница все-таки меня поправила и говорит, все-таки мы говорим о том, кто уже на памяти современного человечества открыл Америку. Вот информация. В 1492 году генозец Христофор Колумб открыл Америку. Сын генозского ткача Колумб в 14 лет стал моряком. Его увлекали рассказы о дальних морях и так далее, и так далее. Он заинтересовал, я уже пересказываю, правивших тогда Испанией королей. И особенно увлек королеву Изабеллу. И были выделены средства, найдены средства. Сооружена, вернее, собрана небольшая экспедиция из трех кораблей. И вот 12 октября эта экспедиция достигла маленького острова в группе Багамских островов. Затем Колумб побывал на Кубе. Вот, собственно говоря, практически и вся информация. На следующей страничке здесь изображена вот каравелла, на которой прыгал Колумб. Ну, а следующая картинка уже рассказывает о вступлении одного из завоевателей в один из городов. Но для нас важна информация, что до конца своей жизни Колумб был убежден, что он открыл земли, которые лежали непосредственно у восточных берегов Азии. И тут вот сообщается, что в истории открытия Америки особую роль сыграл действительно человек по имени Америго. Америго Веспуччи. Вот он-то, сам, который был путешественником, который совершил четыре экспедиции в Америку, он описал северную часть Южной Америки. И вот сравнив массу данных, он пришел к выводу, что эти земли являются, вот, ребята, новым светом. Вот эта фраза «Новый свет» и поразила современников. И тогда-то вот в этой книжке, в этом учебнике было написано, что по его имени новая часть света была названа Америкой. Но в этой же книге, в этом же учебнике, следующую картиночку, можно было еще прочитать вот такие, такой маленький текст. Этот текст был в другой главе, посвящен был он норманам. Вот в учебнике Косминского, вот, школьник шестого класса читает. Еще опаснее были набеги северных грабителей, норманов. Это означает северные люди. Они жили глубоко по изрезанным морям берегам Скандинавского полуострова и в теперешней Дании. «Рыболовство издавна было главным промыслом норманов. Они привыкли к суровым северным морям, к бурям и опасностям. На больших плоскодонных лодках, украшенных на носу деревянным изображением дракона, дружин нормандских смельчаков впускались в дальнее плавание, чтобы обменять продукты своей родины, сушеную рыбу и меха, на хлеб, вино, сукное оружие. Но главной целью нормандских дружин были война и грабеж». И вот единственная фраза, которая касается нашего вопроса. «На северо-западе норманы основали колонии в Исландии и Гренландии. Оттуда они добрались до берегов Северной Америки около тысячного года. Но им не удалось там утвердиться. Путь в Америку был забыт». Вот и вся информация, которую в 1958-1959 году мог подчеркнуть школьник из учебника. Как вы видите, достаточно немного. И можно было сделать вывод, что норманы поспособствовали тому, что европейцы узнали об Америке. Как вы полагаете, можно было норманов причислить к открывателям Америки? Наверное. Но информация оказалась столь незначительной, которая поступала от них в Америку. По крайней мере, так сообщат учебник. Но тем не менее, вот карта. И если мы внимательно посмотрим, здесь и представлены путешествия и норманов. Вы видите Северные острова, Исландия, Гренландия. Ведь вы можете даже судить о климате в то время на рубеже первого-второго тысячелетия по названию самого большого острова на земном шаре. Это какой остров? Гренландия. Да. То есть, проплывающие мимо этого острова, высаживающиеся и осваивающие этот остров, они могли видеть леса, которые позволили им сделать такой вывод. В последующем произошло похолодание. Ледник значительно вырос. Накрыл практически осов целиком. И это сделало практически невозможным пути европейцев по этой, как говорят, дороге в Северную Америку. Наверное, здесь и надо искать одну из тайн неудачи норманов. Итак, что же мы можем с вами, какой же сделать можно вывод, вот потому что я вам рассказал. Значит, первые люди заселили Америку, это примерно 30 тысяч лет тому назад, да? В 10 веке, около тысячного года, викинги во главе с Лейфом Эриксоном добрались до Ньюфаундленда. В 1492 году Христофор Корумб открыл Багамские острова и посчитал, что он открыл путь в Азию. Но надо теперь назвать дату 1507 года, когда картограф Вальдзе Мюллер, ну, такую фамилию, может, и не запомните, но он оказался в этом отношении виновником. Он предложил, что открытые земли надо назвать Америкой в честь исследователя Нового Света, который и объявил, что открыт именно Новый Свет. Это считается моментом, с которого Америка была признана самостоятельным континентом. Это открытие было каким уже теперь? Говорит о чем? О том, что оно осознанно. Люди поняли, что же открыл Христофор Корумб. Вот на этом слайде, вот изображение Америга Веспуччи, в честь которого якобы названа Америка. Названа Америка. Но в 1963 году случилось очень важное событие. Дело все в том, что в том году супруги-исследователи Ингстад, они были археологами, они проводили большие изыскательские работы. Они наткнулись на Ньюфаунленде, это один из самых больших островов на севере современной Канады. Но там природные условия гораздо более благоприятные, чем в Гренландии. На остатки древнего поселения. И вот эти поселения, они назвали поселением северных бородяг, викингов. Более того, когда детально стали изучать вот это поселение, то экспедиция получила материалы утверждать, что эта экспедиция, очевидно, была связана с конунгом Эриком Рыжим Лейфом, который прибыл на неведомые земли и провел здесь порядка трех лет. Очень интересно, откуда сам Лейф узнал об этих землях. И вот якобы его соотечественник Беяр Хер Юрсофсон рассказал, что есть земли за океаном, покрытые туманом. И там были очень хорошие описания, где можно выводить скот и так далее. Вы не скажете, что же это за источник, который помог ученым поставить эту проблему в проскость именно науки? Может быть, это летопись времен тех, кто начал это делать? Молодец. Это летопись, это верно. Но летопись в очень своеобразной форме. Там не при креплениях к годам. Летопись анналы тогда по годам мы расписываем, а там не было. Но описание всех походов, всех путешествий там имеет место быть. Это саги. А вот следующая картинка. Еще надо назвать имя Джона Каббота. Вот видите, как сайт назван. Первый официально зарегистрированный европеец, ступивший на американскую землю. Вот может быть, он реальный первооткрыватель. Он же на землю американскую вступил. И заметьте, он жил в те же годы, что и Колумб. Но заметьте, путешествие он совершает на пять лет позже Колумба. В 97-98 годах. И он путешествует на корабле, который подплывает к побережью Северной Америки, так называемой Новой Шотландии. Это южнее Ньюфаунленда. То есть, почему о этом можно говорить? Ребятки, Ньюфаунленд это остров. Понимаете? Остров. А он вступил уже на материк. Если вот так принципиально решить, кто же на землю американского континента первый вступил? Выходит, что Джон Каббот. Вот это, конечно, к области скорее, ну, такого курьеза. Но, тем не менее, если четко установить правила ответа на вопрос, кто был на континенте первым, то, наверное, можно сказать о Джоне Кабботе. Коллеги, тут еще одна интересная проблема возникла. Вот его путешествие, а оно стоило немалых денег, надо было кем-то спонсировать, кто должен был оплачивать. И это путешествие оплатил богатый купец из города Бристоля, которого звали Америка. Америка. И когда он, а такая практика была, если он спонсировал, то в честь вот такого спонсора, благодарность путешественники, землю, которую они открывали, называли в честь этого, ну, говоря современным языком, спонсора. И вот поэтому сегодня, сегодня есть точка зрения, что Америка названа не в честь Америка Веспуччи, а брестольского купца Америка, Ричарда Америка. И я, коллеги, могу доказать, обращаясь к источнику. В городе Бристоле есть как раз календарь, то есть записи погодные, вот по годам. И в этом календаре читаем за 1497 год. В день святого Иоанна Крестителя, ну, мы соотносим наши знания, это 24 июня, найдена земля Америка купцами из Бристоля, прибывшими на корабле из Бристоля с названием Мэтью. Вот следующая картинка. Вот карта была создана, понимаете, карта была создана. Чувствуете, вот Америка вот там. И вот левый, вернее, да, левый верхний квадрат, там изображена Северная Америка. Вот, коллеги, еще загадка. Ну, вот, следовательно, следующая табличка. И здесь мы уже список тех, кто претендует на звание первооткрывателей, пополняем. Какое имя там появится? Джон Каббот. И вот следующая картинка. Вот путешествия, которые совершили те наши герои. Вот и четыре путешествия Карумба. Вы обратите внимание, только вон путешествие 1498 года Карумб подплывает к берегам Гватемалы, спускается к тому месту, где Панамский канал. Вот здесь он действительно открывает Америку. А до этого он побывал только на так называемых подветренных островах. Ну, следующая картинка. Это вот карта Америки через 42 года. Вот вы посмотрите, какой подвиг совершили путешественники. Это ведь не наша эпоха, да? Надо было, вот это полвека, примерно 42 года. Но что увидели? Здесь еще нет, как говорится, западного побережья Америки. Но зато найден перешеек. И уже Южная Америка прорисована гораздо лучше. Но, коллеги, поиск первопроходцев продолжается. И здесь мы пускаемся совершенно в новую, как говорится, информационную среду. Вот сегодня, если вы приедете в Китай, то вы узнаете из китайских учебников, что Америку открыли именно китайцы. Эту идею особенно жестко сформулировал английский историк Гевин Мензис. Он в 2002 году, ну всего ничего, да, выпустили книгу «1421 год, когда Китай открыл мир». И вот в этой книге он доказывает, что китайский адмирал Жэнг Хе первым открыл Америку. Здесь вот, как говорится, представлены наставления императора Джу Ди, вот адмиралу, который Жэнг Хе. Самое главное, вы обратите внимание на рисунок. Молодой человек, вставай-ка. Вот посмотри на рисунок. На что бы ты обратил внимание? Это огромный корабль, верно? А вот там, около его борта, вот что это такое? Лодочка. Лодочка. А кто догадается, что за лодочку разместил художник? Вот или как там создатель этого? По моде, большая это китайская лодка, потому что именно они делали такие паруса. А нижняя лодка, это лодка Колумба. Верно, только не лодка. А как эту лодку-то надо называть? А шкуна или корабль? Корабль. А у этого корабля есть свое название. Так. Есть вариант, пожалуйста, да. Это была его каравелла. Каравелла. Так вот, вы посмотрите, вы посмотрите, какой корабль был у китайских моряков и на каком судне. Каравелле. Но каравелла тоже было великое достижение. Водоизмещение. Ну, так меряются корабли. В море и океан можно было выйти только на каравелле, которая будет достаточно противостоять океанским, океанским шармовым ветрам. Верно? Так вот, можно было выйти в океан только когда корабль был из водоизмещением 200-400 тонн. Понимаете? Но китайские корабли, если вот судить по этой картиночке, ну вот сейчас можно следующую картиночку дать. Вот, значит, у китайского императора Джуди к началу 15 века, не в конце, а в начале, было 250 плавущих, вот так назывались плавучие сокровища, 150 простых судов и 400 тяжелых кораблей. Так вот, самые большие были с большое футбольное поле. 145 метров в длину и ширину 55 метров. И вот поэтому китайские историки подхватили идею Гевина Мензиса и доказывают, а как они доказывают? Ребята, в каждом музее есть, оказывается, китайский фарфор. Где бы мы не находили, а где бы музей не находился, а в земле той или другой страны, Австралии даже и Америки находят почему-то фарфор. Он не растворится, он никуда не девается. Или, вот, например, найдены в Южной Америке, а также в Австралии и в Африке, китайские иероглифы изображения. Ну, тут можно перепутать и с иероглифами, или с письменами древних индейцев. Но, как бы там ни было, вот такая версия сегодня, ребята, есть. Следующая версия, которая также в 20 веке вдруг возникла. Вот, недавно вышла книга Бенджамина Оршина. Он написал книгу «Тайны карт Марка Пола». И на основании изучения карты, которая в 1930-е годы, в 1933 году, поступила в библиотеку Американского Конгресса, а на ней были разные пометы, вот американский исследователь стал доказывать, что Марка Пола побывал в Америке. Предполагает, что он побывал где-то в районе Аляски. В районе Аляски. Вот есть мнение, когда он в 1295 году вернулся из длительного путешествия по Азии, то привез сведения о существовании Северной Америки, но только, что называется, взгляд с востока. Следующий сайт. Вот, коллеги, в 2014 году, это у нас 16-й, это фактически даже полтора года тому назад, в Стамбуле проходила конференция лидеров ислама Латинской Америки в Стамбуле. И вот там выступал тот президент, к которому мы сегодня, сами понимаете, относимся очень негативно в силу его политики, но он там выступал, приветствуя эту конференцию. И он заявил, он заявил, мусульмане открыли Америку в 1178 году. Ну, наверное, так, с такой большой трибуны просто не заявляют. И верно. Автор, ну, доктор наук Барри Фелл написал книгу «Сага об Америке», где он приводит факты присутствия мусульман на американском континенте до прихода Карумба. Ну, вот здесь сообщается, что даже в IX веке некто Хашхат ибн Син, ибн Асфат из Кордовы побывал якобы. Ну, как бы там ни было, информация, как говорится, к размышлению, абсолютных доказательств нет. Но очень любопытно, что на корабле Христофора Карумба, как говорится, двумя кораблями даже командовали якобы выходцы из Востока, а именно из атаманской порты. Вот, коллеги, это, конечно, одна из таких последних новостей, но далеко не самая последняя и тем более не самоубедительная. А вот следующая картинка, она весьма любопытна. Португальский мореправитель Жуан, ваша картиреала, годы жизни, вы видите, он старше и Колумба, и других наших героев, он служил португальскому королю, и вот из города Берген он отправился в свое путешествие и, согласно современным данным, посетил Ньюфаунленд и близлежащие земли. И близлежащие земли. И вернулся он, но самое главное, информация о путешествии никуда не попала. Почему? Объяснение здесь, коллеги, такое. Он открыл не путь в Индию, он открыл другие земли. Земли явно тяжелые для жизни, явно колонизация туда не могла быть, но ее скрыли для того, наверное, чтобы в последующем исследовать и, может быть, освоить. Но мы косвенные данные имеем, что эта информация об этих землях попала к знаменитому географу, создателю карт и глобусов Мартину Бехайму. И вот этот Мартин Бехайм в 1492 году создал глобус. Вот этот глобус создал, который, по некоторым сведениям, колумб, отплывая в свое путешествие, якобы мог изучать. Но откуда? Да, и там обозначена какая-то береговая линия на севере. Откуда же он мог это узнать? Дело все в том, что вот как пересекаются судьбы. Это вот как раз антропологический подход исследователей. Что они узнали? Вот этот астроном Мартин Бехайм взял в жены родственницу Жоана Картериала. И после их свадьбы он жил на Азорских островах, где губернатором был как раз Картериал. И там он четыре года пробыл. Как вы думаете, Картериал своему родственнику, сообщество очень маленькое, мог рассказывать о том, что он путешествовал, какие страны он посетил? Разумеется. И вот тогда-то, когда он уехал с этих островов, с Азорских, он и создал свой знаменитый глобус, который незадолго до своей экспедиции рассматривал Христофор Колумб. Да, тут минутку-минутку. Вот там есть камень. Вот видите камень? Он найден. И там на камне написано сообщение, якобы надпись о том, что здесь пребывал Мигель Картериал, сын Жоана, который был вместе с ним в экспедициях. Так что даже, я не знаю, можно говорить, это истинный источник или это фальсификат, чтобы туда туристов, мы не знаем. Но в интернете эта картинка присутствует, все уверенно называют, что там написано и связывают с путешественником португальцем. Следующая картинка. Вот выбирайте, кто же здесь может быть героем нашим, кто же первооткрывателем. Вы видите здесь и Корумба, и Эмерика Веспуччи, и как мог выглядеть нормандский путешественник. Так вот, все они имеют какое-то право, очевидно, претендовать. И вот все-таки, ну вот вы немножко прослушали, конечно, информации у вас мало. Я дал вам вводную для размышлений, для поисков, чтобы вы сами задавали вопросы и искали ответы на них. Но все же, как вы полагаете, кто же все-таки открыл Америку? Так. Вот из того, что я вам рассказал даже, какой вывод бы вы сделали? Мне кажется, что все те, кого вы представили, могли на ней побывать. Верно, верно. Но вот вы понимаете, мы решаем вопрос, кто открыл Америку? Мне кажется, Америку открыли норманды. Так, ясно. Вот, пожалуйста, желтый. Мне кажется, что Америку открыл Колумб. Так, ну вот какие аргументы вот тут вот важны? Где аргументы, доказательства? Где? Вот, коллеги, пятьсот двадцать три года назад вперед смотрящий Родригес Д. Триан, видите, даже имя его известно, первым увидел на горизонте неведомый берег. То был крошечный остров Гуанахини из группы Багамских островов. Это очень близко от Флориды. Если бы Колумб повернул на север, он прямо бы на северо-запад, он прямо бы доплыл до Флориды. Но, но с тех пор идут споры, кто первый. Так вот, наверное, мы можем достаточно утвердительно заявить, открывают многие в разные эпохи. Мы это с вами видели. И китайцы могли. Верно? Америка открыта. С запада, с востока подплывай. Ну, с севера трудно, наверное, было это сделать. Да и то, если, да. Так вот, в любом случае, наверное, вы можете, вы должны признать и согласиться со мной, Колумб поставил последнюю точку в тысячелетней эпопее трансокеанических плаваний в Новый Свет. И еще, ведь кто бы не сделал это, именно благодаря Колумбу Старый Свет узнал, что есть новый мир, куда и ринулись переселенцы из Европы. А вот дальше, коллеги, вот что есть эти вот с лишним пятьсот лет? Что это? Это дата в истории, которую надо написать золотыми буквами? Да, это величайшее событие в мировой истории. Или это одна из трагических дат в мировой истории? Вот этот вопрос, он сразу же встает вслед за тем, кто открыл Америку. Потому что Колумб проложил пути, и туда ринулись десятки, сотни, тысячи, я даже скажу, миллионы переселенцев, а судьба уже у континента, у народов самой Америки, у народов Азии, Африки особенно, Европы, с этого момента изменилась. И когда праздновали пятьсот лет Америки, организация военных наций ЮНЕСКО решила сделать этот день всемирным праздником, этому воспротивились, этому воспротивились народы Африки и Латинской Америки. Почему? Потому что для них-то этот день стал далеко не красным днем, не праздничным днем, а днем трагедии, поскольку судьбы народов этих континентов Америки и Африки изменились. Но это уже история для другого детективного, я надеюсь... Для другого детектива? Для другого детектива. Ребята, давайте поаплодируем Герман Пантелеймон. Редактор субтитров А.Семкин